Зараз до нашего эфира доеднуется Игорь Левин, израильский войсковый оглядоч. Игорь, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую. Ну вот мы видим, что российские оккупанты начали как минимум такую информационную кампанию касательно Сумской области. Имеется в виду, что ввели в дело в буквальном смысле такого тяжеловеса Рамзана Кадырова. Он, значит, сделал заявление о том, что якобы Россия захватила такое село Рыжевка в Сумской области. Рыжевка, это чтобы понимать, ну вот для нашей аудитории, это рядом с Теткиной, это там, где, например, РДК и Легион Свобода России проводили свои рейды. Опять же, даже эти Z-военкоры в это не верят. Обратили внимание, что там фальсификации видео Кадырова, опять же, со стороны украинской власти опровержения говорят о том, что нет никакого захвата этой Рыжевки, что это такая серая зона. Туда регулярно с 22-го года заходят российские ДРГ. Мы понимаем, что очевидная цель, ну вот с Сумской областью растянуть фронт, распорошить ресурсы, возможно, там посеять панику среди гражданского населения. Очевидно, что такую тактику применяют не впервые в истории, когда есть вот такой огромный фронт, когда, конечно же, ресурс не бесконечный, он всегда не бесконечный. А как в таких случаях действуют военные, да? Вот каким образом можно защитить такую огромную границу с врагом? Там это в аккортической самой-самой пограничье. Это серая зона, действительно. И это село, оно граничит с Теткино прямо напрямую. Ну, снести Теткино нафиг? То есть, смотрите, у них же как бы отвратная логистика, когда это открытые поля, какие-то большие, их легко выявлять, уничтожать. То есть, вот украинские операторы, как они действуют, в чем их эффективность заключается. Это большие из пространства, ничейные, допустим. Это очень хорошая возможность выявить и нанести поражение с помощью всевозможных систем, от дронов навести артиллерию и так далее. Они используют как и для логистики, так и для того, чтобы закрепляться, населенные пункты, которые там перерастают один в другие вместе, перемещаться по ним, и использовать их как базы. Для концентрации своих, не знаю, групп. Опять же, концентрация не совсем подходящее слово, потому что это не действительно концентрация больших сил, но для того, чтобы перевалочные пункты такие использовать их. Когда, кстати, у них такой возможности нет, допустим, как они сделали на юге, они все перекопали, и перекопав свои эти окопы, они создали фактически такие вот коммуникации вместе, которые соединены, чтобы тоже по ним перемещаться. То есть, если бы там, например, было бы не тетки на просто открытое пространство, но это все просто просматривалось бы, и можно было бы их там уничтожать. Тогда какие-то там группы могли зайти фактически, это фактически один населенный пункт, потому что там один перетек от другой. Ну и серая зона снова же. То есть, дальше это все шумиха в СМИ. То есть, там кадыровцы, там кадыров заявил. Ну и самое главное, чтобы в СМИ фигурировала Сумская область. Вот. По факту, ну, так это как бы это ничто. Но и человек гражданский, неискушенный, он читает Сумская область, и у него сразу должна быть как бы отсюда вот рождаться панические там настроения и так далее. Ну, на это как бы и расчет был. Я не думаю, что это как бы там какой-то там... Ну, там случайность. Ну, то есть, это действительно там в России такая вот такая была задумка. Не знаю, на каком уровне, может быть, на уровне... Не буду исключать, что на уровне даже самого Жекадырова, для того, чтобы как бы там где-то отчитаться, где-то для очередной галочки сообщить. Вот. Ну, а с военной точки зрения, ну, просто нафиг, тетки нас равнять, как бы, чтобы там просто открытое пространство было, и все просматривалось. Слушайте, ну, знаете, обсуждали с военными аналитиками в наших эфирах, но вот тот факт, что теперь у нас есть возможность бить западным оружием по вот этому приграничной территории, я такой задавал, знаете, наивный вопрос, а означает ли это, что вот теперь мы можем предотвратить, скажем, наступление России или на Сумскую область, или повторение того, что произошло в Харьковской области? Я вот слышал ответ такой, ну, почти от всех, что нет, знаете, предотвратить ничего нельзя, можно, скажем, ослабить противника. Ну, в том смысле, что вот мы знаем, там находится определенная база с боеприпасами, или там находится какое-то скопление живой силы, ну, вот мы туда ударили. То есть представить себе так, опять же, извините за наивный вопрос, представить себе так, что вот мы знаем, в Теткино находится вот столько-то, не знаю, техники и столько-то живой силы врага. Мы взяли хаймарсами, туда ударили, ну, и все, нет там теперь ничего. Это слишком, как это, примитивное представление о войне? Вот объясните. Мне здесь там враг открыто. Опять, почему сказал, что концентрация не совсем подходящее слово, потому что там небольшие отряды могут быть, которые перемещаются. Тут дело не в том смысле, что они там какие-то танки концентрировали, что это такое, вот. В смысле, если там 10 человек, вы имеете в виду, что вот, ну, что, по 10 человекам, которые сидят в каком-то там доме, ну, в общем, короче говоря, мы не ударим. Для этого, конечно, нужно было открытое пространство, чтобы это все было видно, ну, выявлено. То есть, украинские операторы как действуют? Вот, они уничтожают, значит, на подступах. Ну, если враг смог добраться, там, до посадки, до развалин, до какого-то задания, они там уходят в подвалы, залазят, потом их надо выкуривать оттуда. Даже вот, как оказала практика, если дронами постоянно, там, вот, бить, то, ну, не всегда ты выкуришь, когда там под землей. В конечном итоге должны идти штурмовики, их оттуда там вытаскивать и так далее. Кстати, более того, вон Волчанский, где идут бои, и вот, там Украина контратаковано там из участков, и там заняли какие-то, вот, улочки. И там был этот оккупант, который просидел сколько, неделю или что-то такое, вот, ну, больше даже. Он просто в подвале, где-то, сидел все это время. Не знаю, что он там пил, что он там ел, вот, ну, вот, он там просидел просто. Поэтому, главное не дать добраться. Нужно, чтобы было открытое пространство. Но эти открытые пространства нужно создавать, сносить нафиг. Кабсер-азотно было не на территории Украины, а на территории России. Вот, как раз, Теткино. Там, если, кстати, посмотреть, фактически карман образуется. То есть, ну, в плане границы, как бы, Россия. Вот, Россия это использует. Поэтому, вот, все такие, там, особенно, где карманы есть. Где есть карманы, где есть населенные пункты. Вот, полностью сборить их. Чтобы их просто не было. Открытое пространство, чтобы было. Вот. Это с военной точки зрения. Ну, потому что, знаете, как армия рассматривает. Если впереди армии город, армия сносит город, как бы, двигается. Да, не полиция. Полиция там должна. Контртеррор, бегать там, по зданиям, вот это все. Заниматься там какими-то своими этими, вот, делами там, вот. А с военной точки зрения нельзя давать возможность врагу скрыто перемещаться, там, через, пользуясь этими, пользуясь строениями, вот, постройками. Вот, ну, то есть, как бы, тут нет каких-то двойных, тройных, четверных, как бы, прочтений. Это только так. Слушайте, ну, вот, если уже продолжать тему, это как раз, ну, у вас и увидел такой текст про подземные войны. Вы там цитируете майора армии обороны Израиля. Он, конечно, в большей степени говорит о том, что происходит в секторе ГАЗа, да, там, где террористы из Хамаса, да, используют вот эти разветвленную сеть туннелей, ну, из которых очень сложно их выкурить. Ну, и среди прочего, конечно, пишет и вот о том, почему, ну, одну из причин, почему вооруженным силам Украины не удалось летом 23-го года, да, продвинуться на юге, например, потому что там вот многоэшелонированная система обороны с ходами между укреплениями. Ну, вот вы только что об этом говорили. А вот этим подземным войнам, опять же, правильно ли я понимаю, что пока что, ну, как это, противоядие этому еще не найдено? Ну, вот какого-то прям действенного способа борьбы с такими подземными врагами пока что нет? Он и предлагает как раз подземные войны, как противоядие туннелям. Ну, только это все только развивается. Там же у него какое было заключение, что, не заключение, вот информация, которая сообщает, что израильская армия разрабатывает сейчас методики проведения масштабного маневра под землей. Потому что, например, у Израиля есть специализированные подразделения, но они небольшие, которые могут воевать под землей. Ну, специальное назначение. Вот. Плюс технологии. То есть, например, он там, ну, это лекция была, я видел эту лекцию, он там показал чертежи, например, действительно, там, подземной торпеды. Она буквально прорывается вот куда-то и взрывается. Ну, то есть, фактически торпеда, только которая двигается в среде не водной, а земляной. Вот. Да-да, он там упоминает, в том числе, и русских, которые копали, много копали. Да, его выход, ну, заключение в том, что кто копает, тот живет. Нужно много строить укреплений, нужно закапываться, вот, зарываться. Вот. Это не что-то новое под солнцем. Помните, я говорил, это еще Наполеон про это писал, говорил. Вот. Ну, и до Наполеона это все было известно. Там фортификационные сооружения строили как бы и какие-нибудь римляне еще, и так далее. В Шумере каком-нибудь, не знаю, какие-нибудь хетские там войны, вот, и так далее. Все это еще... Египтяне. Все это существовало еще тогда. Вот. Просто сейчас это становится актуально в силу царствования дронов, систем в небе. Вот. А он там не говорит, что по этой причине Украина не смогла продвинуться. Это, ну, это одна из причин. То есть, причина, почему украинское наступление оказалось таким, каким оно оказалось, это отдельная большая тема, и там много причин. Ну, очевидно, да, что одной причины там нет. Я, кстати, среди прочего на этих выходных видел документальный фильм медиа-центра ВСУ, он назывался «Хочешь летать, копай». Ну, там, собственно, на эту же тему, каким образом это все работает, такой короткий фильм, короче, если наша аудитория найдет его, может посмотреть. Мы увидели, что на этой, на прошлой неделе, да, было много всего такого, про что говорили вот впервые. Понятно, что вчера очень широко обсуждалось то, что удалось, скорее всего, поразить, ну, как минимум, один Су-57, пишут новейший истребитель. Со стороны Андрея Юсова, представителя ГУР, есть заявление, что их могло быть два, пока что у нас нет такого подтверждения. Ну, в общем, ГУР мы верим, но ждем снимков с космоса. Ну, и понятно, что в этом контексте все время говорят о том, что, слушайте, ну, это вот в первой истории, значит, истребителя пятого поколения, никогда так вот еще не уничтожали, никогда такого не было. Во-первых, я думаю, что большинство аудитории вообще не понимает, что такое истребитель пятого поколения. И я думаю, что, наверное, стоит пояснить, а вот это вот впервые в истории действительно ли это вот такой серьезный повод для гордости? Можете ли объяснить? Кстати, насчет ГУР, как работает информация? Красивый ход, на самом деле, с точки зрения ГУР, Юсова. Мы же знаем, как работает система признания в России. То есть, когда они говорят, что там, допустим, все сбили, значит, что-то упало. Когда говорят, что повреждено, значит, уничтожено. Когда говорят, что уничтожено, значит, много уничтожено. Так вот, Россия признала, там, файтер-бомбер у них, вот этот главный этот, у них блогер по авиации, признал, действительно, удар по одному самолету. Это вы увидели все там, вот, за общественность, за блогеры, и все это, про российское публик. Дальше гур говорит, вы знаете, возможно, два. И вот, русские, как бы, смотрят, что огонь, смотрите, ну, наши признали, что один поразили. Но при этом наши постоянно врут и постоянно применешают. Может, реально два, может быть, три даже. А их всего там около до десяти штук. И вот, сейчас иди думай, это как бы, это гур, как бы, напускает, как бы, дыму, или действительно оно, как бы, есть. Это красивый ход, я люблю такие ходы, такого, он побольше, на самом деле. То есть, если бы это было сказано Юсовым без вот того же признания файтера-бомбера, ну, это было бы, Юсов сказал, да, но гур говорит. Можно и псо, может быть, не псо. Ну, тут как бы, у нас есть это. А учитывая систему, да, как Россия про это заявляет, ну, то сразу делаются выводы такие вот интересные. Вот. Насчет Су-57. Смотрите, все эти деления на поколение, оно неофициальное. То есть, это неформально, так сказать. Профессиональный инженер вам, ну, поплюется, когда такое слышат. Вот. Это делится от первого поколения, когда первые реактивные самолеты еще в 40-х годах, которые были еще до звуковой скорости у них. Да, потом там следующее поколение, когда появлялись, например, эти ракеты воздух-воздух, возможность вести бой, вот, радиолокация на самих самолетах. А пятое поколение, там, есть ряд признаков. Опять же, так как это неофициально, оно как бы, там, плавает, плюс там, русские любят это писать, поколение 4+, 4++ и так далее, чтобы намекнуть, что их советские машины, которые меня просто переписывают, вот, именно, ну, там, там, Су-27, как-то на новые номера добавляют, как будто это уже не советские машины, какие-то новые машины, вот, ну, там, немного улучшаем авионику, вот. То, что на Западе считается просто апгрейдом той старой машины, да, никто не говорит, что я в 16, там, новый блок, это какой-то новый самолет, это в 16, вот, то русские говорят, нет, Су-35, это не, там, это новейший какой-то их этот. Ну, вот этих всех неймингов, и тут больше пропаганды, чем реального, как бы, инженерного этого, но, к пятому поколению, это стелс-технология, то есть он будет незаметным, да, такие всякие вещи, плюс вместе с этим вести, ну, воздушный бой, то есть это тоже истребитель, там, многоцелевой самолет, и так далее. Вот, ну, проблема Су-57, помимо того, что их строят буквально штучку или две в год, и там что-то около десяти штук есть в самой России, то, что там двигатели, советские двигатели, которые, во-первых, абсолютно неадекватны, стелс-технология, то есть если вы говорите, вообще стелс-технология такая штука, как бы, есть много там вопросов, нареканий, вот, какой из самолетов, который претендует на пятое поколение, включая китайский, например, действительно стелс, насколько стелс, вот, отдельный вопрос, это там F-22, F-35, американские, так как они не участвовали в сражениях, вот, против равного, как бы, врага, у нас нет как будто эмпирики, да, очень много часто данные, они на бумаге, то есть бумажные данные, по факту мы не всегда знаем, ну, заместность, конечно, там FPR, и вообще заместность, как бы, перед локацией, да, она как бы снижена, ну, то есть это объективно, вот, но там отдельно есть вопросы, насколько она снижена, насколько действительно не позволяет там захвата и обнаружения, и всякие такие вещи, но вместе с тем, вот эти двигатели советские, которые есть на СУ-57, это старые советские двигатели, вот, там они еще, когда, ну, еще до полношедного втружения, они говорили, что вот это первый там вариант, потом будет новый двигатель, специальный для него, они будут разработаны, ну, ничего нет, а сейчас с санкциями, да, и вряд ли они что-то разработают, да, и двигатель, это была всегда слабая сторона, и России, и до этого Советского Союза, вот, там форсировали, улучшали, вот, какие-то вот двигатели, которые у них были, постоянно одни и те же, как, и танковые, и советские, это все было, или купленное, вот, где-то, или реверс инфигниринг запада, знаменитый двигатель, который стоит на танках Т, который свои, как бы у него родословный ведет еще к Т-34, вот, это двигатели западные, на самом деле, вот, какой-нибудь Нин, британский двигатель, который потом ставил на Мигах, первого, как раз первого поколения, вот, тоже, то есть они никогда с того, с нуля создать, но полностью вот такое вот, не было всегда, это опиралось на что-то, вот, западные наработки, но сейчас, когда деградировалась инженерная школа, как бы, сделали двигатель современный, для современного самолета, это как с самим самолетом, вам нужно синергию десятков государств, передовых, не Северная Корея с, с Ираном там и так далее, с Белоруссией, а вам нужно вот кооперацию с 10-15 странами, он F-35 всем миром строит, то есть это не американцы сами взяли, построили F-35, там и Италия, и что угодно, это же Израиль, ну почему Израиль имеет право их покупать и так далее, потому что он был вот в общей, это как его, коалиции по его созданию, еще там с начала нулевых, там кого только нет, если это посмотреть, кто причастен, так это же касается всего, там не только сам планер, это двигатели в том числе, например, их разработка, вот, Китай, вот, например, в развитии своей авиации, они делают большой упор как раз на развитие своих двигателей, говорят, что как только они смогут решить этот вопрос, то есть они вообще практически перестанут быть зависимы там от России в авиационных технологиях, вот, когда они что-то там покупают у них, вот, где-то что-то, или дело перепиливают под свое, вот, а в России нет, не намечается даже близко, вот, может быть, гипотетически в будущем, если Россия еще будет, как бы неиспособный, и у Китая появятся свои двигатели, опять-таки, через лет 10, наверное, они уже будут у Китая их покупать, потому что своего у них нет и не намечается, да и нет возможности, опять-таки, и из-за санкций, и из-за деградации, как бы, из всей базы, Советский Союз в это не мог, ну, куда Россия в это, как бы. Ну, тут еще, знаете, из тех новостей, которые, как это, впервые, Sky News, это британский телеканал, да, они сообщили о том, что, украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России, ну, и, там, не ясно, какой боеприпас использовали, но, опять же, ну, идет речь о Белгородской области, опять же, говорится о том, что был поражен командный пункт российский, то есть, такая жирная цель, опять же, если впервые, то все-таки мы, наверное, можем предполагать, что это западное оружие, потому что, ну, было бы странно, да, что вот мы и раньше могли это делать, но только вот сейчас, после того, как получили такое разрешение, имеем такой результат, ну, опять же, по-моему, банальный. Ваши, Ваши ведь заявляли, что Штромшеду наносили удары по территории России, ну, ну, вот, я не вижу такой какой-то особой новости, как бы, ну, британцы говорили, что можно бить, там, теми же ракетами, там, и так далее, ну, я не вижу здесь новости никакой, но, кстати, для нас это очень хорошая новость, потому что мы помним, что заявление глава британского МИДа сделал где-то месяц назад, ну, и вот если сейчас впервые это было признано, ну, как минимум, в медийном поле появилось, для нас это важно. А, ну, в медийном поле всплыло, да, ну, а так, как бы, туда постоянно что-то летит, вот, это же, ну, не очевидно было, что уже давно работают, и, видимо, продолжат дальше, и будут больше работать. Кстати, знаете, что вот, когда мы с вами говорили о подземных войнах, я еще вспомнил, информация же была о том, помните, в Авдеевке российским оккупантам удалось, ну, пробиться, пролезть, можно сказать, в центр города, через эту трубу коллекторную, ну, вот, что сейчас то же самое происходит в Часовом Яре, что там... Там их вот бомбят, да, наносят удар как раз там, где они в трубе пытаются. Не, ну, это интересно, да, что вот, видите, как бы тоже нашли для себя, опробованную технологию, теперь будут лезть по трубам, это, короче, интересный момент, мне кажется. Еще одна, еще одна новость, опять же, это уже про то, что не Нептуном ударили по Ростовской области, про Нептуны мы вообще совсем мало знаем, ну, вот, скажем так, мы их видели в начале широкомасштабной войны, мы их видели чуть-чуть в середине, и вот сейчас. Какие у вас впечатления от того, что вы слышите о Нептунах? Мы в начале войны их не видели, про них просто заявляли, где-то неофициальные источники. Ну, я это имею в виду, да, да, да. хорошо, что мало знаем, наверное, надо еще меньше знать, на самом деле, вот. Ну, чем меньше знаешь, тем больше будет гореть, там, в России всего, и так далее. Они что же хотят знать? Самое главное, с этим Нептуном, или что бы оно там не было, как бы, да, может быть, это как бы, общее название, вот, на базе, да, Нептуна разработали, как бы, вот, ракету как-то развили, чтобы до Москвы долетало. Украине нужно получить возможность бить по Москве, не дроном, там, вот так далее, а серьезно так бить по Москве, там, по НИИ, который там есть. То есть, все сконцентрировано. Россия гиперконцентрированное государство, в этом плане. Абсолютно все дороги ведут в Москву, то есть, все там, концентрировано. Украина должна получить возможность бить туда, вот, хорошо, ракета. То есть, москвичи, и Кремль должен прекрасно понимать, что, вот, они просыпаются утром, и могут просто ракеты лететь по объектам в Москве. Вот, если бы я был в украинском руководстве, я бы, с половиной вообще бюджета бы, всех бюджетов, какие есть, отстегнул бы в украинские все эти, какие бы, конторы, не разрабатывать. Все есть, как бы, там, да, и Сапсан разрабатывался, и тот же Нептун, если бы все это, синергию сделать, все это их разработок, чтобы разрабатывать, вот, ракеты-технологии, способные бить по Москве. Вот, это, украине, крайне важно добиться такой возможности. Израиль, в свое время, будучи, тут, бедное аграрное государство, с кибуцами, бросил большие деньги на развитие ракетных технологий. Первые, там, эти ракеты, Ерехо, уже появились в конце 60-х, сейчас 70-х годов были. Вот, ну, это же не просто, как бы, там, с луны упало, да, в пустыне, там, государство, которое, там, строили национальный водовод, чтобы водичку севеространы провести в центр, и там, чуть пупок не развязался, вот, это, там, на субботники, и всех, там, этих, школьников свозили, там, копать и так далее, делать в лучших традициях, вот, социалистических государств. И, просто бросили большие деньги, возможности, чтобы разрабатывать свои ракеты, технологии, это важно. Поэтому, идет разработка, вот эта новость про них тут, которая появилась, вот, я надеюсь, что это только вершина айсберга, на самом деле, там, все круче. Ну, да, это главное, Украине нужно добиться возможности своим оружием, чтобы абсолютно не зависеть от, что там скажет Салливан или кто-то, вот, своим оружием бить по Москве, и не дроном маленьким, а хорошей ракетой, с хорошей боевой частью, им возможность зарядить, ну, и ракету сбить намного сложнее, чем тот и дрон. Ну, пока что, да, мы видели атаки дронов на Москву, помним, что после этого, конечно, там сконцентрировали все ПВО, которое могли только найти вокруг, тоже тревая специальный эфир на радио НВ, продолжим говорить с израильским висковым углядочем Иголем Левиным, тут было еще интересное интервью с Сергеем Голубцовым, я видел, что вы тоже его анализировали, это начальник воздушного командования, центр вооруженных сил Украины, он действительно нашим коллегам из радио Свобода дал такое, ну, расширенное, подробное интервью, очень интересное, и, среди прочего, там была информация про авиабомбы, мы помним, что вот с того момента, когда Россия начала активно их использовать, да, вот эти КАБы, ФАБы, так называемые, и там по Харьковской, и по Сунской области, ну, в общем, везде, где могут дотянуться, и Запорожская, и Херсонская, и так далее, что с этого момента, конечно, было много таких вопросов, слушайте, ну, а вот когда же Украина начнет их выпускать? Сергей Голубцов сказал о том, что, смотрите, ну, вот уже в течение нескольких недель мы будем, ну, начнем испытания, да, вот украинских этих авиабомб. Я вот такой же популистский вопрос, про вот когда же уже вот начнем мы забрасывать русских авиабомбами, задавал авиаэксперту, есть такой Кирилл Новиков, он участник Львовского оборонного кластера, от него я услышал, опять же, вот хочу вашего мнения спросить, что авиабомбы, это же против мирного населения, что вот они неточные, если бить еще по своей территории, то мы там все уничтожаем, что это, в общем, нам не нужно. Вот хочу спросить ваше мнение, авиабомбы украинские, для чего мы можем их использовать? Как нести смерть врагу, не очень понимаю вопрос. Не-не-не, ну, имеется в виду, что, ну, вот есть мнение, что это только против мирного населения, что вот якобы против российской армии это нам не помогает, так ли? Что именно не помогает? Ну, вот если мы кидаем, сбрасываем авиабомбы, если эти авиабомбы неточные, если это, типа, оружие террора, а не оружие, которое позволяет остановить противника, неужели... Не точная авиабомба, это не оружие террора, это оружие, которому уничтожается враг. Я не понимаю вопроса по-прежнему. В смысле, точные авиабомбы появились совсем недавно. Так что, до этого вся авиация была оружием террора? Да. Я по-прежнему не понимаю вопроса, как бы, в чем именно проблема. Окей. Ну, я же говорю, это вопрос разных мнений. Это вопрос мнения... А кто? А еще раз, кто это мнение высказал? Кто это? Есть такой Кирилл Новиков, львовский оборонный кластер, он эксперт по авиации. Ну, в общем, окей. Окей. Я понял ваше мнение, что, короче говоря, вы с этим не согласны. Окей. Не, я к тому, что не, просто нужны все любые бомбы, и управляемые, и неуправляемые, и побольше. Вот, авиации. Они сами решают, какие у них предельные задачи, и где наносить удары. Хорошо. Вот, опять же, из интервью Радио Свободи Сергея Голубцова, он еще сказал такую вещь, о том, что некоторые истребители F-16 будут базироваться на авиабазах не в Украине. Для нас это, понятно, мечта. Ну, имеется в виду, что, скажем, где-то на территории стран НАТО находятся эти F-16, а мы дальше их используем. Он говорил не про все F-16. Да, вот. И вот как раз давайте этот вопрос уточним. Мне кажется, что там идет только о тех, которые, ну, вот, как бы, сервисную, сервис будут проходить не в Украине. Потому что сложно себе представить страны НАТО, которые вот такие перепуганные, готовы базировать наши, наши уже F-16, да, для того, чтобы мы взлетали с их аэродромов и дальше уже летели уничтожать россиян. Он там другой, очень важный вещь сказал. Хорошее интервью, на самом деле. Он сказал, что все там диваны и генералы, которые начнут раздавать советы главнокомандующему, допустим, командующему воздушных сил. Как они могут это делать, если у них нет стратегического видения? И вся эта информация, которая есть у него, например. Это касается не только командующих воздушных сил, это можно то же самое сказать и про главнокомандующего армии, и вообще про руководство государства, и так далее, когда все начинают решать, что где правильно, что неправильно, и так далее. Со своей кочки, не понимая, что у них нет этого всего видения. Это очень грамотно и правильно. Можете обратить внимание, например, я не комментирую, правильно или неправильно, поступают в тех или иных решениях, не знаю, воздушные силы Украины, в тех или иных вопросах, или, не знаю, специалисты украинские, те же гуры, лизбук, которые работают там-то или там-то. У меня нет видения, не потому, что я считаю, что абсолютно все делается правильно. Ну, того уровня, стратегического. Вот. Как можно расшифровать вот это то, что часть самолетов может оставаться на Западе? Смотрите, Украина, известно, что там строят подземные сооружения. Такие самолеты, как F-16, желательно, чтобы они работали из защищенных каких-то бункеров. Представьте себе, что у Украины есть возможность для эксплуатации одной эскадрильи. Цифра просто как бы с потолка, это просто для примера. Вот. А вторая эскадрилья находится в открытых аэродромах, где может персонал спокойно их технический персонал обслуживать, ремонтировать, там, доводка и так далее. И Ганистан просто открыто, ну, в открытых простых ангарах, вот, не боясь, сюда прилетит эскандер. Вот. И когда нужно там ротация эскадрильи, да, она прилетает вот в Украину, где она там действует с ограниченных пространств. Вот. Опять же, я не знаю архитектуру, как строятся все эти там аэродромы и все эти подземные коммуникации. Вот, опять же, там, вопрос стратегического значения, это знает только руководство Украины. Вот. они проводят свои боевые задания, те или иные, и потом снова, когда нужно там отремонтировать, наладить, проверить. Эр-16 намного более требователен к уходу за ним, чем МиГ-29, например. Вот. Несравнимо больше. Требует колоссального вот, вложения, профессионализма, грамотности, технического персонала. Если вот то, что он говорит, это очень хорошо, то есть, там, там, условно, в Румынии, чтобы находились, допустим, да, в-16, не думаю, что Россия по Румынии ударит скандером. Вот. И там технический персонал, не боясь, что по ним прилетит, может заниматься машиной. То есть, как качественно, чтобы всегда была качественная подготовка в-16. Вот. Это, ну, это хорошая новость. Тут, как бы, не знаю, зачем он это сказал, правда, как бы, вот. Возможно, то, чтобы нам бросить пыль в глаза, как бы. Может быть, это информация, которая так открыта. Ну, то есть, российская агентура везде, в том числе в армейских, ну, в натовских структурах тоже российская агентура. Вот. Возможно, украинское, как бы, вот командование прекрасно знает, что Россия осведомлена о определенной архитектуре, как будет там в плане как воздействия дальше на врага. Может быть, по этой причине, не знаю. Опять же, я не на том уровне, чтобы сейчас решать, что можно говорить, что нельзя говорить. Ну, учитывая, что было опубликовано подозрение, что бывший глава генштаба Молдовы, ну, это вот с Румынией очень рядом, работал на Россию, то, конечно, сложно себе представить, что если в Румынии что-то такое будет находиться, это останется тайной. Ну, вот, возможно, и такие. Нет, это просто фиксация, в результате вот в Украину, в Румынию, это же все фиксируется, это все будет зафиксировано моментально. Ну, опять, понимаете ли вы, почему так долго с F-16? Сложный самолет, ну, помимо всех этих вопросов, потому что все надо было делать еще, ну, не вчера, а позавчера, но сам по себе это сложный самолет, и одно дело, если вы потом готовите летчиков для того, чтобы наносить удары по земле, сейчас мы хорошо, в том числе с этого интервью, знаем, что речь идет о противостоянии воздухе. Это, ну, это сложно, это серьезно, вот. Это же подготовка не только летчиков, наземный персонал. Наземный персонал не только техники, которые будут там подкручивать гайки на этом, условно, да, на этом F-16, это все системы командования, управления, то есть офицеры, что они должны понимать, как работать с этими машинами. А еще сейчас будут самолеты Дерло, вот, вместо этой связки в спайке. Это все за пару месяцев ты не выучился, за полгода не выучился, поэтому все затягивается, все делается, вот. Вещи эти относительно штучные, то есть самолетов этих десятки, а не тысячи, вот. Поэтому каждый летчик и каждая машина на вес золота. Да, все сбивается, вот, и будут эти, какие-то, потери среди F-16, как среди всего видов вооружения есть потери, но в авиации такая штука, где нужно максимально минимизировать, чтобы максимально была отдача, была максимальная, ну, от вложения, как бы, тех сил, которые вложились там в летчиков, в персонал, в техников и в сами машины. Надо быть максимальная отдача, вот, в плане выгодополучения с точки зрения командования. Вот. Плюс, опять же, нужно не снимать счетов, то, что, например, Украина методично выбивает, уничтожает противовоздушные возможности России. Да, и радиолокации, это и ПВО, это постоянно С-300, С-400 прилеты по ним. Возможно, есть определенное понимание возможностей, да, российских. И у командования есть определенная дорожная карта, то есть, сколько мы должны ему уничтожить, где и как, и куда они должны распредоточить. В том числе, эти удары по территории России, в том числе, на всякие загоризонтные станции, да, и так далее. Вот, смотрите, допустим, у них есть, ну, в процентах, опять же, это просто как пример. У них, допустим, там вот сейчас задействовано 80% всех возможностей, мы должны снизить до 60%. Вот. Как только мы это снизим, тогда мы можем, вот, следующий этап, это задействование нашей авиации, ну, новой Т-16, да и то, на каком-то ограниченном этапе, ну, определенном. Дальше мы снижаем, допустим, на 40%. Следующий этап начинается, второй или третий. Опять же, нет ни у вас, ни у меня этих данных, вот, поэтому все там комментаторы, которые начинают это вот объяснять и раскрывать карты, это все как бы гадание на кофейной гуще. Как вы оцениваете истребители «Мираж-2005»? Опять же, напомню, аудитории, президент Франции Манюэль Макрон заявил о том, что вот будут переданы Украине они, ну, и по его оценкам, что вот уже до конца года они смогут действовать на территории Украины, смогут бороться с россиянами. Была сразу же такая теория заговора о том, что, слушайте, ну, конечно, уже и Макрон не выдержал, что так долго F-16 не приходит в Украину, и поэтому, он говорит, нате вам «Миражи», они старенькие, но вам пригодятся. «Мираж-2005» это индекс, экспортная модель и улучшенная. «Мираж-2000». Слушайте, ну, хороший самолет, как бы ДОСО, это, как я много раз говорил, это, как бы, это уровень, и, ну, качественные машины, хорошо сделанные, не смогут использовать эти номенклатуру, вот, ту же французскую, вот, удары по наземным целям. Те же «Хаммер», например, вот, реактивные бомбы, кстати, про это интервью, радио «Свобода», про них, он тоже упоминал. Поэтому, хорошо, еще усиление, ну, то есть, современный самолет, и самое главное, это прецедент. Ну, вот, сегодня вам дали «Миражи», завтра вам что-нибудь еще дадут, потом «Гриппины», да, «Рафали» впереди, почему бы и нет, где-то купить. У меня есть своя, как бы, на индивидуальном уровне мечта, так как у меня есть симпатика авиации, люблю все, что все равно авиация, чтобы Украина когда-нибудь купила, получила, так далее, это «Ф-15», это самолет для доминации в воздухе, вот, у которого не записано ни одного поражения за все, вот, понимаете, он сбивал там «Миги», и под «Миговки-17», тогда «Мига-29» на его, как бы, есть счету, вот, ни разу не буф, ни разу сбитым, ну, врагом. Один раз «Ф-15» сбили, где-то, по-моему, в учениях в Японии, и японский «Ф-15» случайно на учениях сбил «Ф-15», отсюда как бы бродило, что «Ф-15» может одолеть только другой «Ф-15». Вот, очень, да, хотелось бы, чтобы у вас «Ф-15» были, ну, это так, это мои личные индивидуальные уровни мечты. Но, мирослеты, хорошо, прецедент, следующий, да, уровень, просто показ того, что когда Франция говорила, что она не ограничена ничем в плане помощи Украины, они не блефуют, не ограничена ничем. Взял с барского плеча, так вот, Макрон выступал, говорит, отсыпай вам миражи, как бы, вот, миражи в 2000, берите. То есть, получается, что это вот неизбежно, что и с авиацией тоже у нас будет, ну, такой определенный зоопарк. Мы помним, что это слово употребляли, конечно, с артиллерией. С авиацией всегда зоопарк, если вы не какой-нибудь богатый, как американец, вот, ну, даже у американцев с их богатством всегда тоже был зоопарк, на самом деле. Ну, Израиль, посмотрите, когда в эти, это сегодня у Израиля, там, ледненько в 16, в 15, в 35. Израиль в 50-е, 60-е годы. Метеоры, мустанги, прошневые еще, спидфайеры, эти, как его, прошневые, они в 50-е годы летали, и мустанги, и спидфайеры. Эти, как его, мистеры, ватуры, эти, как его, миражи, да, третий мираж, вот, потом свои, там, Нэшер, да, разработка самолетов, потом американцы вообще добавились, когда еще, миражи и ватуры добавились эти, к ним, скайхоки и фантомы, зоопарк. Это еще только такие, ну, это без всякого, там, грузовой и так далее. Ну, как-то, как-то Израиль смог, вот, и вы сможете, почему нет. Мы еще увидели, что на прошлой неделе, конечно, был этот саммит в Нормандии, там, принимал участие в этом саммите и президент Украины Владимир Зеленский, и, ну, понятно, что много кто разразился такими саркастическими комментариями по поводу наших западных партнеров, в смысле, что вот Нормандия, это, как бы, день, когда отмечают, вот, начало такой полномасштабной, огромной операции по освобождению Европы, да, когда все союзники объединились и вот вместе начали крушить врага, а с другой стороны, вот, все, как это, похлопывают по спине украинского президента, говорят, какие вы молодцы, вот мы вам дадим еще там чего-то, не так скоро. Видео тоже разразились колонками, о том, что уже все, Третья мировая началась, ну, в смысле, это там британское издание Telegraph, там, это самый, самый популярный британский новостной сайт, такую колонку опубликовал. Вы в Нормандии что увидели? Опять же, ну, вот просто ваши, ваши впечатления от того, что транслировалось в медиапространстве? Слушайте, на самом деле, тут же важен не самый момент, вот, ну, в плане конкретного, вот, эпизода, да, Нормандия, Западу, то, как бы, нужно сейчас немножко выходить из того сна, в котором он находился, вот, милитаризация снова, и общество, и индустрии, плюс их элитам демократическим нужно электорату и народонаселению и гражданам объяснять новую реальность, что российско-украинская война это не какая-то там война, как очередная в Сирии далеко или в Афганистане, которая не касается, как бы, их, а максимум, чем они касаются, это там какой-нибудь наплыв сирийских беженцев, кто-то закроет границы, кто-то откроет границы, кто-то разрешит мечети, кто-то не разрешит мечети, ну, как, в этой Швейцарии, например, а это глобальный участок, фактически, война в Европе, и это является частью большого противостояния с осью диктатур, там не просто так же прозвучало насчет как раз диспатических диктаторских режимов, помню, это Байден сказал, или Макрон, уже не помню, кто-то сказал, вот, и что события, напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе, война на Ближнем Востоке, и война в Европе, российско-украинская, это все часть одной большой, глобальной, третьей мировой, фактически, раскручивается, и кто в этой войне мировой одержит победу, западный мир, или вот эта ось, Китай, Россия, Иран, то тот будет дальше гегемоном нашей планете, и не только, и в космосе, потому что соперничество между Китаем и США, оно выходит за рамки планеты, то есть соперничество в космосе, и базы на Луне, и базы на Марсе, и так далее, и так далее, и все эти вот страшипы, которые, кстати, недавно летал успешно, и приземлился, и, главное, Маска, с ориентацией на милитаризацию космоса, как и создание, кстати, когда Трамп, тогда, ну, про президентство Трампа создали космические войска совершенно, официально, уже был выпуск офицеров у них, космических офицеров, вот, пару лет назад. Так вот, и хотелось бы больше, чтобы такое вот понимание было, единение, вот, ну, элиты это одно, а другое дело, нужно объяснить людям, потому что до людей это доходит очень медленно, то есть пугает, люди не хотят такого, не привыкли жить в своем, там, вот, в теплом супе своем находиться, вот, в теплой ванне, вот, ну, нужно сейчас как бы потихонечку водичку, как бы, теплую прикрыть, чтобы ванна остыла, и было неуютно в ней сидеть, они из нее начали вылазить, граждане, ну, в Европе имеется, в Европе, в США и так далее. Вот, надеюсь, это будет, вот, и использовать эти большие вот эти вот традиции прошлого, там, победы, там, какая-нибудь Нормандия, да, победа над осью тогда, это вот, Япония, Италия, Германия, почему бы нет, это нужно использовать, традиции, это важно, это нужно. Я, знаете, сейчас читаю гигантскую книжку, называется Judgment at Tokyo, ну, типа, приговор в Токио, это как раз про то, как, ну, вот, после 45-го года, после капитуляции Японии, да, как изменилась Азия, и там, ну, я-то не знал подробно, что можно посмотреть, например, примерно то, как Япония напала на Китай, тогда еще, ну, там у них была националистическая партия, и так далее, и так далее, что сначала они еще в 31-м году вторглись в Маньчжурию, а с 37-го года вот их как раз кошмарили, и вот, можно по-разному на это смотреть, на то, чем Китай является сейчас, но очень яркие исторические параллели, когда, ну, вот, партнеры, там, включая Британию и США, поставляли оружие в Китай, типа денег, не денег нет, но вы держитесь, так что вот можно даже такую параллель провести, ну, и помним, что те же США вступили в войну только в 41-м году, когда Первый Харбор. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику, Игорь Левин, израильский висковый глядоч, был знамен на звездку, тоже ждали у нас будут новыны, после новын повернули.